Здравствуйте! В эфире Вести дежурная часть в студии Олег Ашнин. 111 миллионов рублей. Такая сумма была похищена мошенниками у жителей Чувашии в этом году. Потерпевшие рассказывают полицейским, что знали о проделках аферистов, но все равно поверили и попались. Как это происходит, разбиралась Александра Дмитриева. Интернет, оказывается, у нас очень такой обманчивый, ненадежный. Оказывается, мошенники могут все. 61-летней жительнице Чебоксар в социальной сети пришло сообщение от подруги, которая говорилась о выгодной акции. Доверившись ей, горожанка назвала реквизиты своей карты. Однако оказалось, что аккаунт собеседницы был взломан. Вместо выигрыша с банковского счета потерпевшие злоумышленники сняли около 19 тысяч рублей. Я знала о том, что номера, карты ни в коем случае никому нельзя давать. Но так как я с ней контакт вела, конечно, я ей доверилась. Но это моя ошибка. Обещание различных выигрышей не единственное, чем заманивают аферисты горожан в своей сети. Мошенники также обещают различные компенсации, звонят под видом банковских работников. Цель одна – завладеть реквизитами вашей карты, о которых никому и ни в коем случае не надо сообщать. Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуем настоятельно, если приходит какая-либо акция от ваших знакомых в социальных сетях, свяжитесь с данным вашим знакомым, переговорите, действительно оно так, сами ли они отправляли сообщения. В настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника, который взломал аккаунт и разослал фейковые сообщения. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Похищенные продавали на сайте бесплатных объявлений. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Почувашии задержали двух мужчин, которые подозреваются в серии «Краш из гаражей». Оперативники нашли у злоумышленников большое количество чужих вещей, начиная с строительных инструментов и заканчивая мотоциклом. Изъятого было настолько много, что вывозить пришлось на двух грузовых автомашинах. Продолжит мой коллега Егор Алексеев. В середине июня оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД Почувашской Республики были задержаны двое чебоксарцев, подозреваемых в серии «Краш из гаражей». Мужчин-полицейские поймали с поличным. В их автомашине был найден целый набор отмычек и приспособлений, с помощью которого злоумышленники скрывали двери помещений, где хранились вещи. Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых в середине июня месяца при совершении преступления на территории Чебоксарского района были задержаны, указаны участники. Были проведены обыска по местам, в результате которых была изъята значительная по объему часть похищенного. В настоящее время установлено, что двое 46-летних чебоксарцев причастны как минимум к шести кражам на территории Новочебоксарска. Однако количество изъятых вещей у нарушителей говорит, что потерпевших куда больше. Строительные инструменты, автомобильные колеса, диски, бензиновые генераторы и даже мотоцикл. При изъятии похищенной вещи пришлось вывозить двумя грузовыми автомашинами. Кража совершали в самом в утренние часы. Похищались самые ценные, которые в последующем могло быть реализованы. В отношении одного из участников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй находится под подпиской о невыезде. В настоящее время устанавливаются владельцы данного имущества. Если среди предметов вы опознали свои вещи, обращайтесь по телефону. К другим темам. В МВД Почувашии в преддверии столетия образования органов внутренних дел республики провели конкурс детских подделок полицейский дядя Степа. Мальчишки и девчонки со всей республики прислали на суд жюри фигуры стражей порядка различных времен. Лучшие работы выбрали представители общественного совета в ходе онлайн голосования. Дипломы и подарки выручили в музее министерства. Спасибо, что вы своими работами только поддерживаете эту связь между малышами и нами взрослыми. Победу в конкурсе одержала работа Кирилла Силкина из кадетской школы имени генерал-майора милиции Всеволода Архипова. Лауреатами стали Азиз Симонов и Софья Еремеева из Чебоксар, а также Богдан Воробьев из Маргаушского района. Это были все новости на сегодня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин